Христос воскрес! И вовремя! Аллилуйя и аминь! Слава Богу! Действительно, это радостная весть для всех нас, верующих в Сына Божьего, понимающих и создающих необходимость нашего спасения, избавления от Божьего гнева, искупления. И, конечно же, мы сегодня вмечаем праздник, действительно праздник, праздник радости, светлый праздник, нашего искупления, нашего спасения, победы, жизни над смертью, победы над грехом. И в этот день, конечно же, мы должны понимать вообще, что произошло тогда, 2000 лет назад. И одной смерти на кресте Христа, ее было недостаточно для нашего оправдания. Ему нужно было воскреснуть еще. И Он взял на Себя все наши немощи, все наши болезни, Он пригвоздил их ко кресту, все наши грехи. Писание говорит, Он воскрес для нашего оправдания. Чтобы мы были полностью восстановлены во всех правах Божьих детей. Для этого надо было еще и воскреснуть. Чтобы смерть была полностью побеждена жизнью. И об этом мы, конечно же, сегодня радуемся, об этом мы вспоминаем. Но знаете, некоторые почему-то думают, есть такое вот заблуждение среди христа. От чего мы искуплены? Я сегодня не скажу, что что-то новое. Может быть, для кого-то, конечно, будет новым. Но я напомню те истины, о которых говорит нам Писание. Некоторые думают, что мы искуплены из рабства, от рабства, сатаны, дьявола. В чем-то входит такое мнение среди христиан. Но на самом деле, о чем нам говорит Писание? Писание говорит, что мы искуплены от Божьего гнева. Мы спасены от Его гнева. Ведь что произошло в Эдемском саду? Когда первые люди, Адам и Ева, они ослушались Господа. И они согрешили. Они стали врагами Бога. Земля была проклята. Пришли проклятия в жизнь человека. Смерть пришла. Сначала духовная, потом физическая. Бог, Он не изменен. Поэтому этот мир, Он держится. Он держится на Слове Божьем. Он постоянен. Он святой и праведный. И, конечно, за всякий грекс должно было последовать наказание. Это наказание пришло в жизнь человека. И после физической смерти человека ждало вечное мучение. Гнев Божий должен на него и злиться. Но Бог милостивый, человеколюбивый. И поэтому Он придумал план спасения человека. И Сам же его осуществил. Он послал Своего Сына в этот мир. Чтобы тот стал человеком. Говорим, принял образ раба. Своего творения. Великий Бог. Который сотворил небо и землю. Он пришел в этот мир. Став подобным нам. Он прошел весь земной жизненный вот этот путь. Здесь, на земле. Не согрешив. Быв искушен во всем. Как говорит Писание. Кроме греха. То есть, не согрешил. Ни в чем. И пошел на крест. Принял смерть. От Своего творения. На Него были возложены все грехи мира. То есть, нету в мире такого греха. Которого бы не могла смыть кровь Иисуса. Нету. Он претерпел эти страдания. Претерпел эти страдания. Безгрешные. Незаслуженные. Беспятная пороха. Чистый ад. Чтобы мы с вами были спасены. Мы имели жизнь вечную. Чтобы мы были избавлены от Божьего гнева. Это мы совершил Христос. И Он воскрес для нашего оправдания. Чтобы мы полностью были восстановлены в тех правах, которые были изначально у человека. Во всех правах. Мы были его детьми. Имели благословение детей. Но знаете, сегодня этот праздник, он радостный. Но он не для всех. Не для всех. Хотя многие его отмечают. Для некоторых он просто обряд. Для некоторых ритуал. Но для кого этот праздник? Для тех, кто понимает, что ему необходимо спасение. Кто осознает, что сам бы он этого никогда бы не достиг. Что он грешен. И только Господь Иисус мог его искупить. И спасти. И Он это сделал. И знаете, мы сейчас прославим Господа. Еще одним псалмом. И вот есть такие слова. Они постоянно повторяются. «Ты для меня спаситель. Ты меня спас. Хвала Тебе, о мой искупитель. Ты меня искупил от моих грехов. Другого пути спасения и искупления не было. И нет. Только как через жертву Сына Божьего. Через Его воскресенье. И вот для тех, кто осознает важность своего спасения. Для кого это ценно и необходимо. Он понимает это. Вот тот сегодня будет радоваться. И веселиться. А для остальных это просто глупая религия. Какой-то обряд. Но для детей Божьих это праздник. Праздник сердца и души. Это радость. Мы говорим, со слезой на глазах. Со слезами. Потому что Иисусу пришлось претерпеть страдания. Но в конце концов явилась победа. Жизнь над смертью. Мы знаем, что нас ждут великие Божьи обетования и благословения. Жизнь с Ним на небесах. Его любви и радости. Аминь. Поэтому, Христос воскрес! Давайте мы встанем и поблагодарим Господа.